всем привет и добро пожаловать в видеоотчет гласнот за неделю номер 16 2023 и сегодня мы с вами будем отвечать на большой вопрос закончился ли медвежий рынок биткоина и сразу же сделаю спойлер на самом деле никто не знает но где мы можем с вами начать это изучение и в чем заключается действительная сила он чейн аналитики это поведение инвесторов так что лучшее представление этого вопроса возможно даже более важного при этом на который можно ответить ведут себя ли инвесторы так как будто бы медвежий рынок закончился и конечно мы с вами должны помнить что рынки это безумные сумасшедшие места которые могут сделать все возможное что вы не ожидаете для зверя не характерно пытаться предугадать следующий шаг поэтому мы с вами попытаемся понять поменялось ли поведение инвесторов и это нормальный подход к которому я часто возвращаюсь с ученой аналитикой потому что в этом и есть вся ее суть с вами стали свидетелями выдающегося движения ценное и говоря об этом на прошлой неделе мы видели самый сильный результат за квартал в итоге около 100 процентов снизу если посчитаем от дна в 15000 достигнув на этой неделе около 30 то есть даже более 100 процентов так что очевидно что это был один из явных отскоков медвежьего рынка очевидно что это была мощная медвежья ралли если она вообще было таковым но для этого у нас есть еще несколько показателей определяющих было ли это действительно сильным восстановлением и на складывающуюся ситуацию мы с вами посмотрим под двумя разными углами первый это точка зрения долгосрочных и краткосрочных держателей вы знаете что на эти когорты долгосрочных и краткосрочных держателей мы с вами часто смотрим и здесь у меня для вас есть новый интересный концепт так как зачастую люди смотрят на долгосрочных и краткосрочных держателей как ходлеров и спекуляторов но мы сейчас с вами находимся в интересном моменте времени когда данная интерпретация может быть не такой точной также мы с вами посмотрим на дэшборд с сигналами те кто смотрит нас давно знают что она расположена снизу справа мы об этом говорили и я хочу более внимательно к этому вернуться в конце так как это очень мощный инструмент который нам поможет разобраться насколько хорошо мы начали восстанавливаться целостная элита восстановления но также это инструмент который нам позволит заметить если какие-то изменения вещах за которыми мы с вами следим так как рынок является очень волатильным созданием итак спасибо что вы с нами надеюсь что вы найдете что-то интересное и новое с точки зрения краткосрочной и долгосрочной перспективы пожалуйста подпишитесь и поставьте лайк это позволяет каналу привлекать все больше новых людей и так давайте начнем и начнем мы с вами со взгляда на текущую цену и перед нами квартальные результаты в оранжевом месячный синим и также недельные результаты и как вы сами видите мы об этом говорили в прошлый раз поэтому я расскажу кратко и вы видите что у нас был непрекращающийся по сути 2023 непрекращающийся период постоянного роста более 100 процентов от самого низа до верха если мы считаем низ уровнем в здесь в ноябре это было более стопроцентное движение и 70 процентное движение в квартале очень уверенные хорошие показатели в чем-то похожее движение на предыдущие движения исторического максимума схожи с тем что мы с вами наблюдали в 2019 при этом гораздо более сильный импульс самое главное здесь что это действительно выдающиеся движения по крайней мере в рамках открытия года также обратите внимание что мы также недавно выпустили показатели форекс и товарных показателей вы их можете найти в дашбордах в группе рынке в категории товары и форекс которых отображены цены на серебро золото и нефть так что мы можем начать смотреть на них и искать связи здесь мы с вами видим что у биткоина есть корреляция с золотом в трех различных таймфреймах здесь цена биткоина в сером цена золота отображена золотым какой сюрприз а также здесь отображены движения осциллятора у нас здесь отображена корреляция за 30 дней красным отмечена корреляция за 90 дней а синим отображена корреляция за целый год и действительно мы с вами здесь видим то что у нас были колебания за весь 2021 и 2022 годы у нас были периоды времени где была корреляция с золотом затем мы отвалились вниз и все это было довольно сумбурно но заметьте что перед тем как произошел коллапс луна а рынок полностью погряз в среде повышающихся процентных ставок и всего с этим сопутствующим заметьте 90-дневное и 30-дневное значение стали расти и даже годовая корреляция тоже начала восстанавливаться и мы с вами видим что скажем за последние 6-8 месяцев мы с вами наблюдали гораздо больше позитивной корреляции в обе стороны вниз но также и в сторону роста так что как вы видите 90-дневная 30-дневная и годовая корреляция довольно высока с золотом и все это полностью происходит на фоне банковских проблем которые сейчас происходят в США все это показывает на изменения которые проистекают со временем в рынке и что на нем начинает рассматриваться вопрос серьезного претендентства биткоина на роль денег и по мере взросления этой информации в течение следующих лет будет очень интересно вернуться и посмотреть как эта корреляция сыграла конечно же со временем ситуация может поменяться но это крупная ситуация начинает формироваться в виде тренда итак мы часто с вами говорим о краткосрочных и долгосрочных держателей этот вопрос часто возникает снова и снова я это вижу в комментариях итак когда мы с вами говорим о долгосрочных и краткосрочных держателях кстати это описано в документе ссылка на который есть в описании под видео итак это технический термин говоря о долгосроке и краткосроке мы берем границу в 155 дней и причина в том что если монета была неподвижна в течение 155 дней то выполняя вероятностный анализ по всем транзакциям которые были за всю историю биткоина то оказывается как возраст монет переваливает за этот срок вероятность того что она будет потрачена значительно сокращается а монеты которые моложе 155 дней имеют гораздо большую вероятность поэтому это техническое разделение основано на вероятности того что монета будет потрачена но обычно и интуитивно мы воспринимаем долгосрочных держателей отмеченных синим как ходлерами а краткосрочных держателей спекуляторами и обычно так и есть если посмотрим на обычный рынок 2021 заметьте объем краткосрочных держателей возрастал по мере роста цены а все потому что долгосрочные держатели продавали свои монеты которые они купили во время медвежьего рынка в результате темп увеличивался перехода монет к новым спекуляторам новым хозяевам и тем кто покупал на вершине но с началом медвежьего рынка этот тренд начал разворачиваться спекуляторы начинают терять интерес и монеты постепенно медленно но верно выходят из рынка оседая в руках этих терпеливых долгосрочных держателей настолько терпеливых что некоторые из них купили на самой вершине и дотерпели до самого низа в итоге мы получили стагнацию общего доступного объема но что важно вы можете заметить здесь синюю зону на этом графике и эта ситуация возникает возникает сразу после краха ftx вот здесь это граница перехода 155 дней так что говоря в целом и особенно во время бычьих рынков до долгосрочные держатели это ходлер и которые продают спекулятором так и есть однако один раз каждый цикл близко к одну ситуация меняется местами так как долгосрочные держатели говоря картине в целом обычно это те кто покупают на вершине большинство долгосрочных держателей с прошлого цикла продали во время бычьего забега как и должно быть но что мы наблюдаем с вами во время процесса медвежьего рынка то что группу людей купивших на вершине удерживают монеты ожидая что ситуация скоро может вернуться превращаясь в долгосрочных держателей но когда мы с вами наблюдаем дно как во время ситуации ftx помните историю того что биткоин умер в этот момент люди которые находятся у диспропорциональной капитуляции купивший на вершине являются долгосрочными держателями и наоборот те кто заходят в рынок на самом дни когда биткоину пророчат смерть те кто являются серьезными жесткими ходлерами люди которые верят в биткоин несмотря ни на что таким образом мы с вами наблюдаем интересную динамику когда на каждом цикле во время его дна происходящая ситуация переворачивается так что следует воспринимать ее с точки зрения долгосрочной и короткосрочной а не ходлеров и спекуляторов когда они купили свои монеты те кто отмечены красным получили свои монеты после краха ftx и во время и после этого ралли и если это ралли продолжится то в какой-то момент да мы увидим их превращение в обычных спекуляторов но на самом деле те кто покупал здесь на дне являются серьезными хардкорными ходлерами и вероятно что они будут двигаться в направлении статуса долгосрочных держателей именно так выглядит повторяющийся процесс внутри циклов так что с технической точки зрения понимания воспринимайте краткосрочных держателей как тех кто недавно купил свои монеты посмотрите что происходило пять месяцев назад тогда был конец биткоину поэтому те кто покупали тогда свои монеты имеют действительно стальные руки воспринимайте это так теперь держа данный контекст в голове мы можем перейти к вопросу распределения цены тому где эти монеты были получены в итоге здесь у нас есть как бы две большие группы долгосрочных держателей здесь перед нами старый цикл это 2018 здесь мы видим монеты которые очень долго находились в покое и находятся они в отличной ситуации здесь представлены другие люди выжившие во время других циклов те кто купил по 50 тысяч 60 тысяч даже почти по 70 это те кто по-прежнему эти монеты удерживают здесь мы видим с вами следующий кластер те кто купил от 15 до 25 тысяч они растянулись на девять месяцев с момента краха 3 rus capital в июне 2022 полным ходом до января этого года вероятно даже и до февраля все до 25 тысяч текущего цикла представляющие довольно здоровую смесь долгосрочных и краткосрочных держателей до ситуации с ftx и после ftx вот эти две группы но обратите внимание на тех кто находится между 25 и 30 это гораздо более тяжелая группа краткосрочных держателей это те кто покупал на пробое а также люди из группы которые продали с фразой верните мне мои деньги а также люди отсюда которые забирали свои прибыли то есть эта группа с перераспределенными монетами от 25 тысяч до 30 но если мы посмотрим целостно на эту картину то увидим что эта зона 25 до 30 тысяч довольно плотная значительно закупившихся на самом дне но важно отметить что по мере движения выше вот от этой точки то вероятно встретим группу людей которые ожидают вернуть свои деньги тех кто провел целый год в страданиях и если цена достигнет 40 тысяч то вероятно что эти ребята захотят вернуть свои деньги при этом некоторые из них будут получать даже и прибыли поэтому мы с вами находимся как бы на вершине зоны которую я бы назвал нейтральной то есть зоны в которой мы не так сильно ощущаем эту гравитацию эту мертвую недооцененную зону который мы видели в районе 15к но также мы не находимся на уровне 60 тысяч или скажем зоны в 1 миллион которая определенно переоценена мы находимся в зоне в которой гравитация не имеет определенного направления при этом на вершине довольно здорового и нейтрального кластера чтобы понять и определиться где мы находимся с точки зрения поведения людей а также движение монет а это замечательный способ для того чтобы визуализировать и определить место в цикле я хочу вам показать три разные зоны чтобы представить картину происходящего здесь мы с вами посмотрим объем долгосрочных держателей с точки зрения процента от общего объема темно-синий это долгосрочные держатели в прибыли а светло-голубой долгосрочные держатели в убытках и так я называю эту вершину заметьте кстати как мы в 2015-16 году был как бы большой боковой паттерн да он колебался но в целом он двигался в боковике видели это в восемнадцатом году и в 2020 и можем наблюдать это в продолжении после исторического максимума это то что я называю плата терпения это то когда долгосрочные держатели на самом деле правильнее говорить настоящие ходлеры когда эти ходлеры выводят монеты с рынка помещают холодные кошельки и как бы сохраняются на уровне исторического максимума у нас здесь как бы не образуется чрезмерно много накопления траты все-таки идут поэтому мы просто движемся в сторону но заметьте как только мы приближаемся к концу этого периода обычно это ранее бычий рынок вот посмотрите здесь шестнадцатый год ранее бычий рынок 2020 что мы здесь видим а мы начинаем здесь постепенно падать а монеты постепенно возвращаются в прибыль заметьте прибыльные монеты растут в то время как общее количество монет начинает падать по сути это значит что цена превращает всех долгосрочных держателей снова в прибыль это то что мы называем отелем на вершине это значит момент когда самое большое количество долгосрочных держателей которые удерживали свои монеты несмотря на волатильность и обычно это происходит, когда мы переваливаем за предыдущий исторический максимум, когда в итоге они начинают тратить. И начинается процесс распределения. И очевидно, что цикл снова повторяется. Мы снова проходим через плату терпения, затем мы с вами проходим через отель на вершине, затем значительное распределение во время бычьего рынка, после чего цикл повторяется. И ключевой вывод здесь следующий, что мы довольно-таки еще далеко от достижения отеля на вершине. А все потому, что все эти монеты, 40, 50, 60 тысяч находятся ниже уровня воды. Это буквально то сопротивление, которое рынку нужно преодолеть, если он снова хочет достичь исторического максимума в этом повторяющемся цикле. В любом случае, чтобы вам как бы показать карту происходящего, этот снимок, того, как эти циклы отрабатывали в предыдущее время, не обязательно, что этот цикл так же сделает. Но в самом крайнем случае вы можете сказать, что инвесторы стремятся повторять эти поведенческие модели время от времени. Итак, возвращаясь к данному дэшборду, на котором, кстати, находится пара моментов, на которые я хочу с вами обратить внимание. Мы с вами постепенно будем удаляться снова в направлении к этому дэшборду с сигналами, которые вы видели в предыдущем видео. И здесь есть пара моментов, которые, на мой взгляд, довольно полезны, чтобы в них разобраться, где мы находимся внутри рынка. И первое, на которое мы с вами посмотрим, это процент объема, находящийся в прибыли. Посмотрите, у нас был экстремально сильный отскок снизу от дна. У нас мы действительно сейчас оказываемся выше уровня 30 000. Мы на 5 000 выше уровня в 25 000. Этого диапазона донной формации, который мы провели более 8 месяцев с момента июня. И все монеты из этого диапазона теперь переформировались и оказались в прибыли. В итоге мы получили очень сильное движение, которое следует каждое дно медвежьего рынка. Да, конечно, мы пока же не знаем, что это действительно дно медвежьего рынка, но определенно, по имеющимся характеристикам, это очень похоже на предыдущее. Это очень-очень сильное движение вверх говорит нам, что многие монеты оказались ниже нас. Мы это уже видели на графиках. Далее мы также можем взглянуть и на NUPLE. Это любимый народный показатель, по сути представляющий нам нереализованную прибыль и убытки, находящиеся в системе. И то, где мы сейчас с вами находимся, это уровень 0.36. На самом деле число не так важно с точки зрения того, где мы. А вот этот показатель я называю процент NUPLE дней сверху. И что по сути он говорит, это то, что эта коричневая светлая линия здесь показывает текущее значение NUPLE. А синяя кривая вот здесь снизу, это процент всех торговых дней, которых он был выше. И сейчас этот показатель находится на уровне 55%, что значит, что 45% дней находится ниже этого уровня. Еще один способ понять это, плюс-минус 5% для друзей. То есть мы где-то в середине. То есть мы провели примерно половину времени более прибыльный и половину времени менее прибыльный. То есть буквально он возвращается в среднее положение. То есть буквально мы не чувствуем никакой гравитации ни в одном из направлений. Здесь он соответствует графикам URPD, которые мы видели, где мы видели огромный кластер людей, закупившихся на дне ниже нас. Но также и целая группа людей, находящихся под водой над нами. А мы как бы с вами находимся в нейтральных зонах, в этой туманности, расположившейся между этих двух экстримов. У нас буквально нет гравитации, тянущей нас вниз, а также гравитации вверх. Так что во многих смыслах мы как бы немного в механизме изучения цены, когда она как бы одинаковая с обеих сторон, что действительно приходит к балансу предложения и спроса. И это также мы наблюдаем с вами в реализованных волнах Ходлеров, что мы также связываем с коэффициентом реализации Ходлеров. Очень похоже и основано на том же самом. Но ключевой вывод в том, что мы с вами здесь смотрим на эти темные красные цвета. Это монеты младше трех месяцев. Но замечу, если монета не младше, чем три месяца, то есть старше, чем три месяца. Л. Логика. И здесь мы с вами видим, что эти монеты, которые младше, чем три месяца, они находятся на экстремально низком уровне. Эти оранжевые цвета на очень-очень низком уровне. Мы это видели в 2015 году. Мы видим это на дне здесь, в 2018. У нас с вами очень маленькая популяция монет, которых мы называем горячими. Да, у нас здесь есть небольшой всплеск, который был в 2019. Это как бы период, когда у нас были прибыли, во время второго короткого медвежьего рынка. Мы видим в 2016, во время всего 2016, по большей степени, большую боковую консолидацию. У рынка не получалось преодолеть эту нейтральную зону. Так что мы стали наблюдать эти скачки вверх, что говорит нам очень похожую историю. Мы как бы заходим в период времени реаккумуляции, когда рынок просто не может взять и пойти вверх. Поэтому ему нужно основательно подготовиться, чтобы действительно встряхнуть тех, кто находится продолжительное время ниже уровня воды. Мы это видим в коэффициенте ходл-реализации. Очень низкие значения означают очень маленькую насыщенность ходлеров, а высокие значения означают высокую насыщенность спекуляторов. Много горячих денег, много ходл-денег. И вы видите, что мы стали формировать дно и уходить из зоны ходлеров. И сейчас как бы мы где-то на нейтральной территории. Не могу сказать точно, примерно это где-то 65 процентов от всех дней, когда мы торговались выше, то есть 35 процентов ниже. Не совсем вернулись в нейтральную ситуацию, но определенно не так низко, знаете, как, например, территория 10 процентов торговых дней нахождения ниже. Так что, повторюсь, это многие показатели, которые говорят, с одной стороны, о похожем, а также о том, что мы как бы находимся в середине, как бы в нейтральной зоне, где особо нет никакой гравитации ни в каком из направлении. И последнее, на что мы с вами посмотрим, это страна ончейн активности. И естественным образом здесь много происходит с точки зрения ординалс. То есть это как бы транзакция, которая не обязательно связана с перемещением значительного объема стоимости. Да, конечно, здесь также есть компонент объемов. Но здесь мы с вами также видим количество транзакций, обычных, а также приведенных на количество участников. То есть транзакции, за исключением всех активностей, связанных с биржами, а относящиеся только к транзакциям реального перемещения монет. И это действительно достаточно, может быть, не исторический максимум, но цикловой максимум. 270 тысяч органических транзакций в день. Это очень и очень уверенный толчок вверх. Но это еще не все. Это наш Z-показатель выручки комиссий. За последние два года. И сейчас мы с вами на позитивной территории. Заметьте, вот здесь 2019 было то же самое. Тоже медвежий рынок, вот почему за этим надо следить. И четырехлетка находится в процессе завершения своего цикла. Поэтому ключевой вывод отсюда заключается в том, что повсеместно, научая на активность, и мы видим все большую адаптацию. Распространение, большая комиссия, люди все больше используют биткоин. И говоря в целом, это очень конструктивно. Мы выпустили для вас этот дэшборд с сигналами, и давайте-ка мы на него с вами посмотрим. Вы видите тот самый дэшборд с сигналами, который буквально пытается отследить этот концепт, пришел ли медвежьему рынку биткоина конец. И конечно же, никто на самом деле об этом не знает, пока не посмотреть на это задним числом. Но что на самом деле нам это помогает сказать, окей, у нас есть целый набор различных ончейн-тем, которые могут нам помочь, по крайней мере, ответить на вопрос, поменялось ли отношение инвесторов, что выглядит как конец медвежьего рынка. И давайте посмотрим на зеленые. Это ключевые ценовые модели. Вышли мы реализованные цены 200-дневного скользящего среднего. Здесь видим уверенные скачки зеленого вверх, поэтому ответ «да», мы были в большинстве времени 2023. Но наблюдаем ли мы увеличение импульса использования сети? Это активные адреса и комиссионное давление. И ответ «да», наблюдаем. У нас есть скачок активных адресов, а также скачок комиссионного давления. Но получаем ли мы прибыль из рынка? И обычно это сигнализирует об истощении продавца, которого мы наблюдали вот в этой капитуляции, когда монеты распределялись еще ниже. Прибыли извлекались, так как очень тяжело забирать прибыли во время медвежьего рынка. В итоге рынок смог переварить это давление продавца. Мы примерно выше на 100% с момента низа забираем их абсолютных прибыли. Также у нас есть сигнализирующие синие столбцы. И последнее, что мы с вами посмотрим, это коэффициенты ходлеров. Наблюдаем ли мы баланс богатства в пользу этих долгосрочных держателей? И ответом на этот вопрос является фиолетовый столбец, который говорит «да, есть». Так что здесь у нас 8 показателей, и мы видим, что темно-фиолетовый также начал появляться. Это значит, что все 8 этих индикаторов в настоящий момент говорят, что «да, мы с вами наблюдаем уверенное восстановление от медвежьего рынка». Далее, просто предостережение. Вы видите, что в 2019-м у нас такой же был период при движении кверху. То же самое у нас было и здесь, в 2021-м. Все это пытается... Кстати, вы тоже видите эти сигналы, которые появлялись в начале января. Так что все эти вещи пытаются... Это не существует одной серебряной пули для решения этого вопроса. Но что мы с вами пытаемся найти, это изменение поведения инвесторов. Вот отличный пример. Посмотрите, мы видели, как эти сигналы отрабатывали в 5 из 8 буквально перед коллапсом Луна. Но посмотрите на тот, который сигнализировал больше всех. Люди забирали прибыли. Так что все сигнализировало, но этот был самый основной. И сейчас мы с вами пытаемся понять, есть ли у нас соответствие по всем этим сигналам. У нас буквально было 5 из 8 в этом первом случае. А за последние несколько недель все эти 8 начали сигнализировать. Это нам как бы дает оценку того, что сейчас происходит. Происходят ли эти события в предложении, ончин активности, целомых уровней или балансов ходлеров. И если их как бы сравнить с тем, что мы обсуждали в начале этого видео, то мы как бы увидим, что мы как бы находимся в нейтральной зоне, действительно над уровнем пола медвежьего рынка, которая похоже сформировалась. Мы как бы не наблюдаем никакой гравитации ни в одном из направлений, и рынку еще предстоит нам доказать, что это происходит. Рынок вышел из очень глубокой стоимостной зоны. И теперь мы буквально нужно доказать себе, пройдя через всех этих ходлеров, купивших на уровне прибыли 40, 50, 60 тысяч долларов. И по сути это и есть миссия биткоина, которую предстоит преодолеть отсюда. И 2019, и 2016, это два примера, когда у нас были миниатюрные медвежьи рынки. А также размером в год, боковая консолидация. Период, в котором мы двигались как бы в двух направлениях. Так что спасибо, друзья, за просмотр. Надеюсь, вам эта сессия показалась полезной и интересной. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте их. Мы наблюдаем очень интересную динамику, и как бы не видим разделения между краткосрочных и логосрочных держателей. Краткосрочные держатели сели в лодку и отправились в плавание буквально в момент, когда говорили, что биткоин умрет. Но обычно так и происходит. Один раз каждый цикл. И хоть мы никогда не можем однозначно ответить и предугадать, оказался ли медвежий рынок позади нас, мы все-таки можем сказать, что многие показатели, которые мы с вами изучили, включая ончейн, активность, ценовые модели, прибыльность, многие вещи, которые мы обычно видим в поведении инвесторов, в последующем за медвежьим рынком, то многие из них отработали достаточно одновременно. Поэтому всего лишь для цели предоставления вам инструментов, которые помогут вам понять горячие периоды, спада, где мы внутри цикла, но главное, я надеюсь, что они были вам полезны. Поэтому если у вас есть любые вопросы, обязательно их задавайте. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!